Доброе утро, уважаемая Светлана Анатольевна, Татьяна Юрьевна, Галина Юрьевна. Спасибо большое за возможность подключиться и обсудить насущную проблему. И действительно, важная тема, как уж сказать иначе. И действительно, Гульфия Михайловна, большое спасибо. Вы расставили акценты очень важные для пациентов и для тех, кто их будет лечить, как мы подходим. Но стоит, наверное, заметить, что из каких-то изменений за последние годы на самом деле ничего не произошло революционного, к сожалению. Но с чем это связано, я тоже затрону, поэтому попытаюсь немножко остановиться на современном состоянии проблемы, но и, учитывая, что работаем в реальной практике, поговорить о взгляде химиотерапевта. Поэтому взгляд важен. Куда же глядит химиотерапевт, когда приходит пациент, и что будет важно? Ну, конечно, уже, как говорила Гульфия Михайловна, без сомнения, высокий риск появления метастазов в головном мозге, и, без сомнения, за собой это ведет неблагоприятный прогноз. Пациенты с симптомными метастазами в головной мозг чаще всего не включаются в клинические исследования, да на самом деле даже с пролеченными бессимптомными. Вероятность включения крайне мала. И что мы получаем? Мы не имеем возможности знать, как подействует та современная терапия, которая у нас появляется в арсенале, на этой сложной и важной группе пациентов, и получается, мы, может быть, даже что-то имеем новое, но не до конца понимаем, мы можем только предполагать, как это будет. И пациенты с метастазом в головной мозг остаются без, ну, так скажем, новостей, да, как-то их обходят. Важно что заметить, что без сомнения нужно смотреть всем вместе, потому что хирург, радиолог, клинический онколог, потому что радиологи говорят, что могут повредить окружающие ткани головного мозга, много критики в сторону облучения всего головного мозга. Клинические онкологи говорят, что нам сложно, потому что терапия, которую мы будем назначать, не будет проходить через гемотенцефалический барьер, и таким образом мы действительно имеем ряд сложностей. И поэтому, несмотря на то, что, в общем-то, к нам в практику пришла и комбинированная таргетная, и комбинированная иммунотерапия, да, и не показывая свою эффективность, нам бы, конечно, хотелось иметь эффективные опции. И подчеркну, мультидисциплинарный подход для этих пациентов ключевой, поэтому взгляд химиотерапевта важен, но очень хочется послушать взгляд Михаила Марковича, потому что взгляд радиолога, особенно критичный взгляд радиолога, наверное, нам очень важен и нам очень поможет в интересах пациентов, потому что самое важное для нас – пациент. Мы, в общем-то, для него работаем и, в том числе, может быть, сегодня и обсуждаем. Расставив приоритеты, все акценты, все-таки, да, действительно, на долю пациентов с метастазом головного мозга, пациенты с меланомой в большом количестве приходится, до 15-20%. В течение пяти лет пациенты, которым диагностирована третья стадия, действительно, 16% из них, к сожалению, будут иметь метастазы в головной мозг. При четвертой стадии уже у половины пациентов часто мы находим метастазы в голове, и, конечно, при летальном исходе, в большинстве пациентов 80% действительно их уже имеют. По данным, как минимум, вскрытие. Если мы возьмем исторически кривую выживаемость, она, конечно, удручающая. Получается, в среднем, да, ожидаем продолжительность жизни без лечения месяц, кортикостероиды могут нам добавить, будет 2 месяца. Если мы, конечно, взгляд радиолога под ключ, они нам помогут. Мы без сомнения можем и стереотаксисом, и облучением головного мозга всего, и комбинируются наши методы, действительно, как-то продлить. Что получается? Для нас будет, наверное, ключевое, вот как задавали вопрос, кому мы назначим терапию, а кого мы, наверное, признаем палеотивным пациентом, и, к сожалению, скажем, что, ну, наверное, наши возможности неприменимы, ограничены, не будут иметь результата. Пациенты с симптомными метастазами, без сомнения, их прогноз хуже. Лептоменингиальные метастазы, да, это такой, ну, словно приговор, действительно, с ними справиться довольно сложно. Что еще? Браф, да, как вы уже говорили. Метастазы в головной мозг встречаются чаще у пациентов с мутацией в Браф. Я поискала из современных взглядов, чтобы что-то как-то хоть добавить в презентацию, потому что, ну, мало современного. На самом деле, очень интересно, мне понравился обзор. Это вот 21-го года, это буквально недавняя публикация. Это отделение нейрохирургии Memorial Sloan Catering в Нью-Йорк. Они проанализировали, мне очень понравилось, как они написали, 425 пациентов, у которых было 2488 метастазов на всех в головной мозг. Что они показали? Да, средняя продолжительность жизни при различных видах лечениях у них составила почти 9 месяцев. Сравнили они, как пациенты живут в период, например, с 2010-го до 2014-го года, когда мы их лечили, да, чуть не имели в арсенале современной терапии, ни таргетной, ни иммунной, и с 2015-го по 2019-го. И на самом деле мы значимо им помогаем. И хоть мы имеем ограниченное количество новостей и возможностей понимать, как это будет действовать на пациентов с метастазом головного мозга, особенно симптомным, все-таки мы им помогаем, да, продолжительность жизни с 7 до 13 месяцев увеличилась только вот за это десятилетие. Что они ставят как самые важные прогностические критерии? Как я уже упоминала, лептоменингиальные метастазы, количество, без сомнения, метастазов, если они уже ранее были диагностированы, ЛДГ. Да, мы действительно всегда используем этот маркер, он простой, но он безумно помогает. Это, ну, один из первых вопросов, которые я задаю, когда мы консультируем пациентов. Предшествующаяся была иммунотерапия, пишут, что, так как ее уже невозможно использовать, да, чуть пациенты хуже жили, ну, экстраклиниальное распространение тоже сказывалось. Вот такой у них анализ получился большой. Поэтому ставим цели и задачи и смотрим методы лечения. Да, цель, без сомнения, это контроль над заболеванием, но и контроль качества жизни. Да, вот как вчера вот говорили. Жить надо долго и счастливо. Потому что просто долго или просто счастливо, это, конечно, здорово, но мы какой-то идем баланс. И для пациентов с метастазов в голову, ну, это, наверное, действительно очень важно, чтобы мы подобрали тактику. Поэтому хирургия, облучение всего головного мозга, стереотаксис, химиотерапия на самом деле. Наша палочка-выручалочка, потому что действительно порой мы понимаем, там, убрав отрицательных пациентов, выраженность симптомных, ну, конечно, рассчитывать на быстрое действие. Даже комбинированная иммунотерапия, мы очень любим этот метод, но все-таки порой не приходится. Но нас значит. Химиотерапия в том числе может им помочь. Таргетная иммунотерапия, конечно, наша. Алгоритмы, на самом деле, остаются прежние. Мы без сомнения учитываем наличие отсутствия мутации БРАФ, экстракраниальное распространение или нет, количество метастазов, возможность, да, мультидисциплинарного подхода и комбинированная таргетная иммунотерапия, в общем-то, в приоритете. Если смотреть именно как взгляд химиотерапевта, ну, вот несколько буквально коротеньких примеров. Вот пациентки, пришла одна пациентка, уже предлечена, была химиотерапия, антипедия, один в анамузе, сейчас прогрессирование в головном мозге. Еще пациент, прогрессирование в головном мозге на комбинированной таргетной терапии. И вот пациентка без выявленного метастаза в головном мозге, без выявленного первичного очага. И на самом деле вот взгляд химиотерапевта, когда мы реально смотрим, потому что, ну, конечно, даже из этой группы пациентов, какие-то пациенты чуть более нам понятны, с каких-то нужно рассуждать. И хирургическое лечение имеет свои критерии. Это хороший соматический статус, незначительный или отсутствие эксопрениального вообще лучепроложения, размер. И тогда мы можем подключить, и вот как, например, в примере пациента, когда изолированное поражение одиночно-головного мозга. Лучевая терапия как всего головного мозга, так и стереотоксическая, конечно, Михаил Маркович, думаю, что расскажет явно больше, шире и со взглядами, как сейчас обстоит дело. Поэтому скажу только, что без сомнения, да, мы начинаем в том числе, да, помимо лекарственной терапии мы никоим образом никогда не можем обойтись без радиолога. И уж в один сеанс они выложат, или если количество обязывает нас большому воздействию, за два сеанса порой облучение происходит. И, конечно, клинические онкологи подключаются. Ну, после бульфии Меткатовны, конечно, добавить и расставить акценты уже, наверное, мало представляется, но все-таки еще раз, да, у нас есть комбинированная таргетная, комбинированная иммунотерапия. Здорово, что были эти исследования, потому что, ну, на данный момент каких-то таких прорывных нету. Мы включали и симптомных, и бессимптомных из предварительно проведенной терапии без. Что важно, кого бы ни включили, таргетная терапия остается наша палочка-выручалочка. Да, то есть если мы смотрим и понимаем, что иммунотерапия может не успеть реализовать свой эффект, во всех подгруппах мы видим достижение объективного ответа. И тогда, может быть, мы уже можем бороться за то, чтобы он был долгим. Как в экстракраниальном количестве объективных ответов, полу-частичных и контрольных заболеваниям больших, так и общий ответ таргетная терапия, без сомнения, нам дает. Таким образом, это транслируется в выживаемость. Без прогрессирования лучше, конечно, результаты показывает подгруппа с, как я говорила уже, да, пролеченными метастазами в голову, без сомнения. Также это транслируется в показатели общей выживаемости. Показывает эффективность свою иммуно, конечно, режимы иммунотерапии. Небольшое исследование второй фазы показывает наличие объективных ответов. И мы также можем при противопоказаниях, обрав отрицательных, рассматривать иммуно, режим иммунотерапии, конечно, с ограниченными там оговорками по консильному смотреть. В идеале для, если мы идем в сторону иммунотерапии, конечно, это комбинированная иммунотерапия. Был и Checkmate 204, и BC. Они показали, включали в исследование пациентов с комбинацией и показали объективный ответ, вот как уже тоже говорил Гульфия Медхаттена. Поэтому, наверное, может быть, я бы остановилась еще на том, что сейчас мы действительно имеем очень мощную силу иммунотерапии за счет комбинированного компонента, который показывает объективный ответ, который нам с вами нужен для пациентов в головном мозге. И вот здесь уже мы начинаем бороться. Помимо того, что мы достигли объективный ответ, мы его хотим транслировать в общую выживаемость. И здесь, конечно, в лидеры без сомнений уходит комбинация иммунных препаратов. Поэтому получается у нас с вами современная терапия остается также на выбор, что можно принять за точку отсчета. Это может быть эффект в головном мозге, потому что все-таки от отдаленных метастазов пациент вряд ли в первую очередь погибнет таких, поэтому контроль нам нужно взять за головным мозгом. Может быть, для каких-то симптомных пациентов объективный ответ в лидеры выходит. Таргетная терапия, доброфенипс, реметинибом, бемрофенипс, гобиометинибом. Если же мы можем, ожидаемая продолжительность жизни позволяет рассчитывать на то, что мы можем использовать иммунотерапию, то и тут глубина ответов будет, частота и глубина ответов будет нам достаточно для того, чтобы добиться эффекта. Все это отражено в рекомендациях Русска, которые говорят о том, что действительно режимы лечения такие же, как и для пациентов без метастаза в головном мозге, и алгоритм такой же. Что важно, я хотела бы подчеркнуть, это является современным, важным, не знаю, насколько там повсеместно используем, но все-таки. Очень важно, что мы можем порой, мы действительно сейчас лечим даже пациентов с метастазами в голову дольше, возможно, потому что лучше, возможно, потому что, я бы даже сказала, мультидисциплинарный подход. Важно, что мы можем повторно использовать. Или не менять терапию при прогрессировании. Очень хорошая оговорка у пациентов при лечении комбинированной таргетной терапии. Если мы видим только локальное прогрессирование по головному мозгу и нет экстраклиниального прогрессирования, мы добавляем, Михаил Маркович, надеюсь, подтвердит, в команду радиолога мы делаем стереотаксис и продолжаем. И это позитивно скажется. Таким образом, мы смотрим все алгоритмы и назначаем лечение. Это может быть и комбинация таргетных препаратов, если о них не было ранее, и комбинация иммунопрепаратов, если их не было ранее. На самом деле, и в обоих из этих ситуаций, во всех этих ситуациях, мы можем достигнуть эффекта и довольно длительного порой. Если просмотреть дальше судьбу этих пациентов, то, конечно, если, вот как мы описывали раньше, при прогрессировании только в головном мозге мы добавляем стереотаксис и продолжаем таргетную терапию. При прогрессировании еще и экстраклиниально мы меняем подходы. И химиотерапия нам также в помощнике. Почему это может работать, возвращение к таргетной терапии? При прогрессировании мы меняем терапию на другую, но при этом начинает подрастать тот клон, который был исходно резистентный, и мы получаем еще, помимо резистентного, еще чувствительный клон. Таким образом, важно, наверное, подчеркнуть, что сейчас мы можем при прогрессировании только в головном мозге продолжить терапию. Мы можем возвращаться к предсуществующей терапии. Что может быть еще и современного? Вот заканчивая свой доклад, хочу сказать. Интересная была такая отсылка исследования с тройной комбинацией МСПА-150. Такой нечасто, но вот именно такие акценты расставляются. Профилактика метастазов в головном мозге. Получается, что пациент назначает тройную комбинацию. На данный момент, при сейчас доложенном, они говорят, что время до появления первых метастазов в головном мозге увеличивается достоверно. Почему важно клиническому онкологу? Потому что, наверное, действительно, когда опыт сомневается метастазов в голову, это, без сомнения, усугубляет прогноз, и мы должны менять тактику. Поэтому если мы отодвинем время, если мы понимаем, что и частота, и время, они говорят, что и частота возникновения метастазов в ЦНС в группе с тройной комбинацией ниже, ну, наверное, это тоже какой-то способ не привести к метастазам в головной мозг. Поэтому на всём протяжении того, что мы обсуждали, я бы подчеркнула, что, наверное, наша сила в нашем единстве. И передавая слову, хотела бы сказать, что взгляд радиолога Михаила Марковича нам очень важен всегда в кооперации с радиологами и хирургами, когда мы можем. Спасибо. Спасибо.